И начинаю я приготовление с того, что включаю комфорку под кастрюлю, в которой уже налита вода, и также включаю комфорку под сковородой, в которой я уже налила небольшое количество растительного масла. Пока масло разогревалось, я нарезала небольшими кусочками репчатую луковицу, отправляю ее обжариваться на сковородку. Немного совсем времени прошло, лучок уже успел зазолотиться, и теперь я добавляю к нему красную рыбку, нарезанную небольшими кусочками. В общем, у меня была тушка форели, ну, примерно на килограмм, и здесь вот половина от этой тушки. Соответственно, уже я ее отделила от шкурки, уже я выбрала из нее косточки. Ну, это не очень, скажем так, приятное зрелище, поэтому я все это оставила за кадром, отправляю рыбку обжариваться на сковороду. И у меня уже закипела вода в кастрюльке, да, я ее немножко поменяла, поставила на другую комфорку. Уже воду я подсолила, и теперь отправляю туда макаронные изделия. Рыбка уже успела подзолотиться, и теперь сюда в сковородку я выливаю сливки. У меня сливки жирные, это 33% сливки, поэтому я сейчас сюда еще немножко воды добавлю. Подсаливаю содержимое сковородки. Добавляю немного молотого черного перца. И также базилик. У меня нет свежего базилика, поэтому я добавляю сушеный. Так, делаю мощность меньше под сковородкой. Перемешиваю, сейчас накрою крышкой и оставлю потомиться буквально на пару минут. А тем временем лапша, паста, макароны, в общем, называйте как хотите, уже сварилась до состояния аль денте. Аль денте это когда макароны чуть-чуть тверденькие внутри, это как раз-таки нужное состояние. Сейчас я солью с них воду и отправлю их в сковородку. Они доготовятся уже как раз-таки в этом соусе, в сливочном. Посмотрите, какая красота невероятная. Что ж, дам этой красоте повариться буквально одну минутку и буду пробовать то, что получилось.